Всем мира и процветания! В этом выпуске ты узнаешь о пяти мощнейших береговых ракетных комплексах мира. Погнали! Пятое место. Рубеж. Это советский мобильный береговой ракетный комплекс с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Термит», принят на вооружение военно-морского флота СССР в 1978 году, активно поставлялся на экспорт в 80-х годах. Рубеж рассматривался как более мобильная и недорогая альтернатива предшественнику, комплексу «Сопка», и он мог поставляться на экспорт в отличие от «Редута». Эти системы отправлялись в дружелюбные государства Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы. Преимуществом рубежа являлось то, что установка полностью автономна и может самостоятельно обнаруживать и обстреливать наземные и воздушные цели. Рубеж представляет из себя тяжелое колесное шасси МАЗ-543 с формулой 8х8, на котором размещены основные элементы комплекса. Время перехода комплекса в боевое положение около пяти минут. В штатный состав дивизиона входят четыре самоходные пусковые установки, четыре транспортно-заряжающие машины и обзорная радиолокационная станция большой дальности. Для повышения боевой эффективности береговых комплексов сформирован боекомплект из ракет с разными системами наведения. Одна из ракет имеет активную радиолокационную головку самонаведения, вторая — тепловую. Благодаря этому расчет имеет возможность выбрать наиболее эффективное средство поражения найденной цели, либо повысить вероятность ее поражения при помощи одновременного запуска ракет с разными способами наведения, в том числе при использовании противником помех. При поражении цели ракета делает горку с целью удара в палбу и нанесения наибольшего урона кораблю. Фугасная боевая часть инициируется контактным взрывателем. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО БОРА Это тактический и береговой ракетный комплекс, разработанный турецкой компанией Rocket Sun при технической поддержке Китая. Экспортная версия установки Бора носит название «Хан». Она была испытана и введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Комплекс размещен на шасси современного грузовика Volat 8x8, производства Минского завода колесных тягачей. Видимо, в условиях постепенного отказа России от покупки белорусских шасси в рамках импортозамещения предприятие вынуждено искать других покупателей на свою технику. Пусковая установка оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами квадратного сечения с твердотопливными ракетами. Боеприпас может комплектоваться инерциальной либо комбинированной системой навигации. Заявленное круговое вероятное отклонение на максимальной дальности составляет не менее 50 метров. В 2017 году турецкая компания Rocket Sun провела испытания ракетного комплекса Бора, что позволило подтвердить возможность поражения целей на дальности не менее 280 километров. В настоящее время разрабатывается ракета с увеличенной дальностью. Основная задача боевой системы — атаковать значительные концентрации корабельных соединений противника, а также другие важные цели, в том числе сухопутные. В некоторых случаях эта баллистическая ракета может быть альтернативой точечному воздушному бомбометанию. Третье место! Тип-88 и его дальнейшие модификации. Береговой противокорабельный ракетный комплекс Тип-88 разработан фирмой Mitsubishi Heavy Industries для сил самообороны Японии и принят на вооружение в 1988 году. Данные установки являются в настоящее время основными ударными подразделениями сил береговой обороны Японии. Батарея Тип-88 включает 11 машин. Пункт управления береговой стрельбой. Четыре пусковые установки на шасси грузового автомобиля Тип-74 с шестью ракетами. Радиолокационную станцию обнаружения и слежения за целями. Четыре перезаряжающие машины. И станцию радиорелейной цифровой связи. Модернизированный вариант комплекса, получивший обозначение Тип-12, оснащен ракетой с повышенной дальностью полета и защищенностью к средствам радиоэлектронной борьбы. На новое шасси установили подвижную пусковую установку с шестью контейнерами. Был принят на вооружение в 2012 году. Тип-12 оснащен GPS-новедением и лучшей точностью благодаря расширенным функциям распознавания контуров местности и целей. Все установки объединены в сеть, а также могут похвастаться более коротким временем перезарядки. Базовая конфигурация включает в себя ракеты-носители и машины-погрузчики, радиолокационные машины, системы управления огнем и систему командного управления. Японские береговые ракетные комплексы играют стратегическую роль, поскольку могут не допустить прорыв военных кораблей с дальневосточных баз через проливы, окружающие японские острова, в Тихий океан. БАЛ Это российский береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой ХА-35, принят на вооружение армии в 2008 году. Комплекс БАЛ представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает два самоходных командных пункта, четыре пусковых установки, которые имеют по восемь крылатых ракет ХА-35, и транспортно-погрузочные машины. Предназначен для защиты объектов военно-морской инфраструктуры, территориальных вод и проливов. Система способна поражать как морские, так и наземные цели. Комплекс БАЛ может вести как одиночную, так и залповую стрельбу. Интервал пуска в залпе составляет не более трех секунд, а значит весь боекомплект из 32 ракет, четыре пусковые установки могут реализовать примерно за полторы минуты. Также эффективность поражения военно-морских группировок достигается применением ракет с активной, помехозащищенной головкой самонаведением. Создание ракеты ХА-35 стартовало в середине 80-х и завершилось в начале 2000-х годов. На конечном участке ракета летит на предельно малых высотах, что значительно усложняет ее перехват. Кроме того, в ХА-35 широко реализованы принципы малозаметности. Современная автоматизированная система цели распределения позволяет БАЛу одновременно обстреливать до шести объектов с нескольких пусковых установок. Пуск ракет может осуществляться из-за естественных и искусственных препятствий высотой до 1000 метров. Данная характеристика позволяет комплексу развертываться на местности, которая скрывает передвижение боевых машин от средств наблюдения противника. И, наконец, первое место! Бастион! Это российский береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс», который является одним из основных противокорабельных ракет в вооруженных силах России. Бастион принят на вооружение в 2010 году. Существуют в двух вариантах — на шасси МЗКТ 7930 и в шахтном размещении. Бастион относится к противокорабельным ракетным комплексам четвертого поколения. Подвижные комплексы Бастион изготавливаются с применением современных композитных материалов. Многослойные панели поглощают радиолокационные сигналы. Подобная защита делает мобильные береговые ракетные комплексы менее заметными для радаров противника. В зависимости от боевой задачи в комплекс включают самоходную радиолокационную станцию «Монолит-Б». В новые комплексы, поступающие на вооружение, постепенно добавляют дополнительные блоки для системы наведения. Благодаря этому точность наведения составляет несколько метров, что дает комплексу возможность точечными ударами поражать малоразмерные объекты на суше. Противокорабельные ракеты «Оникс» в экспортном варианте известны как «Яхонт». Были разработаны вместе с береговым ракетным комплексом «Бастион». Снаряды специально рассчитаны на поражение целей в условиях сильного радиоэлектронного и огневого взаимодействия. Ракеты могут запускаться как одиночными выстрелами, так и залпами. Во втором случае акцент делается на автоматизированном взаимодействии, что позволяет боеголовкам взаимодействовать и рассчитывать план поражения заданных целей с наибольшей эффективностью. 16 ноября 2016 года в ходе операции в Сирии была произведена как раз такая атака. Подобный случай стал первым широко известным в истории, а также первым применением установки в реальных боевых действиях. Ну а теперь обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Вступай в мою группу ВКонтакте, если хочешь знать еще больше о военной технике и армиях разных стран мира. Ну а с вами был Хардастер! Всем мира и процветания! Субтитры сделал DimaTorzok